Ребята, всем доброе утро! Я сейчас на завтрак готовлю оладьи. Уже практически я приготовила. Осталась последняя партия. Часто спрашиваете рецепт, как я готовлю оладьи. Они получаются безумно вкусные, пышные. Посмотреть полный рецепт можно на канале Бонапити от Кати. Ссылочка будет в описании под видео. Заходите, подписывайтесь, смотрите. Там очень простые, в то же время очень вкусные и интересные блюда. Но я сейчас, пока у меня тут оладьи жарятся, буду делать кофе. Будем завтракать. Миланка уже позавтракала. Лика в школе. Сегодня до поздна занимается, до 4. А мы сейчас будем завтракать. На завтрак у нас оладьи. Рецепт полный на нашем канале Бонапити от Кати. Вот такие вот они получились аппетитные. У нас еще коладин джем. Клубничный, смородиновый. Я себе смородиновый захотела джем. Сорочки, с кокосом. Лика, кстати, вчера делала пирог с лимоном. Я еще, честно сказать, не пробовала. Но пирога уже, как видите, нет. Лика на завтрак кушала пирог. Но папа с Ликой говорит, очень вкусно. Всем приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами. Не могла не показать, какие они получились. Пышные, нежные. Оладьи просто безумно вкусные, ребята. Миланка, а ты знаешь, что тебе сейчас курьер принес? Нет, я думаю, все ребята уже догадались. Это кнопочка? Да, Милашка, это твоя кнопочка. У нас уже есть две кнопки. Свет Фэмили и Лика Лайф. И теперь пришла кнопка Миланке. Ребята, спасибо вам всем, что подписывайтесь на мой канал. Спасибо, ребята, вам. Благодаря вам Миланка получила сегодня кнопочку. Серебряную кнопочку. Да, солнышко? Миланка такая довольная. Нам сейчас позвонил курьер. Миланка смотрит тут телевизор, мультики, каналы разные детские. И я Миланке говорю, Миланка, ты знаешь, что нам сейчас курьер... Нет, ты помоги, потому что Миланка не достанет. Вау! Холодненькая. Холодненькая. Ну, конечно, с улицы курьер принес. Милаш, видишь, написано Мимишо 100 тысяч подписчиков. Пап, нам распакоишь, покажешь, поможешь? Довольна ты, да, Милашка? Достанем у тебя. Давай, папа сейчас достанет меня, что-то она... Ну, Миланка, теперь ты настоящий блогер. Ты блогер? Ютубер. Ага. Ага. Ой. Салфеточка, да? Доставай, доставай. Миланка все сама распакует. Ну, молодец, Милашка. Сейчас мы твою кнопочку... Покажи нам кнопочку. Сейчас, Милашка, мы твою кнопочку... Поставим рядышком с нашими, с Мимишо... Ой, со SweetFamily Ликолайф. Я ее буду протирать. Протирать. Каждый день. Каждый день, Мила, она будет протирать кнопочку. Ребята, как это мило. Давай покажем поближе. Такая холодненькая. Холодненькая, да. Ой, отсвечивает, Милашка. Вот так вот. Ой, Мимишоу. Сто тысяч подписчиков. Ты умничка, молодец. Ура! Ура! Класс? Давай ее пристроим туда, посмотрим, как она будет смотреться. Давай? Ко всем кнопочкам. Пойдем? Так, пойдем. Ой, аккуратненько, не упадим. Пойдем. Давай. У нас там все кнопочки. Так. Вот она кнопочка Ликолаев за сто тысяч подписчиков. И вот кнопочка Sweet Family тоже за сто тысяч подписчиков. И сейчас бум. Кнопочку Миланкину поставить. Думаешь, куда поставить. Так. Давай сейчас я, наверное, Милаш, несколько фотографий уберу. И мы поставим ее, да? Убрала я место, освободила. Я с маминой. Да. Я с маминой, да. Все, класс. Давай так вот, чтобы одинаково уголочек у нее был. Вот так. Вообще, можно будет, конечно, их повесить на стенку. Ну, пока они будут здесь на полочке. Миланка такая довольная, да, Милаш? Да? Класс. Поздравляю тебя, Милаша, поздравляю. Миланка не может налюбоваться. Милана. Девочка, а тебя как зовут? Милана. Милана. Помнишь, как ты раньше говорила, когда маленькая была? У-у. Ты говорила, Мими. Мими. Мы куда-нибудь придем, там, в поликлинику или в детский садик, когда впервые пришли, спрашивают, а как тебя девочка зовут? Милана говорит, Мими. Они, ой, Мими, как это мило. Мими. Миланку причесываю, приоделись. Сейчас Милана будет с папой видео снимать. Будете в какую-то игру интересную играться, да? Милаш, давай будем причесываться. Хватит. Миланка взяла свой планшет, его не выпускает из рук. Миланка, миланка, миланка. А новую я еще не распаковывала. Помаду. Здесь карандаш. Сейчас я вам покажу, кто еще не видел. Что многие спрашивают. Карандаш есть там или нет? Вот, есть здесь внутри карандаш для губ. И... Памада вот. И вот такая вот помада. Номер, сейчас еще раз покажу вам номер. Вот номер 06. И купила вот такой вот карандаш для глаз. Такой мягенькой щёточкой, чтобы растушевывать карандаш. Сейчас буду делать стрелки с помощью карандаша. Попробую. Вообще я всегда делаю стрелки, крашу глаза, делаю стрелки с помощью вот такой вот подводки. У меня две кисточки есть. И вот делаю в основном вот такой подводкой. Но решила попробовать карандашом. Не знаю, что-то меня переклинило. Я купила карандаш. Сейчас, в общем, посмотрим, как получится, не получится. Но думаю, что всё получится. У меня, кстати, вот этот карандаш, вообще он практически новый от этой помады. Я карандашом не пользуюсь. Вот этот карандаш, это в наборе был вот с помадой, которую я сейчас буду выкидывать. Не перепутать их. А то выкину новую, слушайте. Уберу сюда в косметичку. И это новый карандаш тоже сюда уберу в косметичку. И вот этот карандаш, это был вот старой помаде в наборе. Старой помаде. Ну, посмотрите, он вообще практически новый. Я вообще, наверное, раза два-три накрасила. Но, если честно, не очень люблю красить карандашом и обводить губы. Хотя раньше всегда так делала. Но в последнее время что-то не люблю, не знаю. Просто крашу. Вот здесь очень удобная кисточка. И, на мой взгляд, вообще карандаш не нужен. Очень хорошо обводятся губы вот этой помады с помощью кисточки. Что карандаш, мне кажется, вообще не нужен. Ну, тут на любителя, конечно. Ладно, мы будем... Я, то есть, буду собираться, пока папа с Миланой снимают видео. На канал Мими Шоу Плей, кстати, кто не подписан. Заходите, подписывайтесь. Смотрите, ссылочка в описании под видео. И мы сейчас соберемся и пойдем в магазин. Мы хотим сегодня посмотреть подарок. Скоро 8 марта. У Миланки мы уже купили подарки. И вообще, как бы, потихонечку покупаем подарки. А вот с Ликой мы еще не определились. Хотим зайти в салон ювелирный и посмотреть. Не знаю, может быть, серьги. Она очень любит серебро или белое золото. Ну, вот зайдем, посмотрим, что-то интересненькое увидим. Ладно, буду собираться. Я уже собралась, подкрасилась. Ну, знаете, что скажу. Карандашом подводить глаза, делать стрелки, он, как бы, в принципе, очень удобно. Но, когда подводка, то она более, как бы, ярче. Получается макияж ярче стрелки, нежели карандашом. Помада, как всегда, супер. Я очень довольна этой помадой. Пробовала я разными фирмами. И вот этой фирмой я намного больше довольна, нежели... Вот мебель у меня лежит. Она практически новая. Мне она не нравится. Тоже стойка помада. Она в течение дня прям вот как-то пленкой снимается. И не очень красиво это как-то выглядит. А вот этой помадой мне прям очень нравится. Она как-то, если стирается, то она равномерно стирается. Не кусками вот, как будто бы облежь. В общем, вот так вот я с ней накрасилась. Так, мы сейчас собираемся, смотрю, у нас такое солнышко, но на улице сильный мороз. Сегодня с утра у нас было минус 11. Сейчас вроде показывает минус 6, минус 7. Так что в любом случае нужно утепляться, несмотря на то, что сегодня 4 марта. Но утепляться нужно. Весна до нас еще не дошла. Ладно, ребята, будем одеваться. Быстро сходим сейчас. Хотим сходить сейчас посмотреть еще подарки. Потому что 8 марта уже через 4 дня. Но как бы 8 марта уже нужно подарки дарить. Поэтому может быть 3 дня осталось. И нам нужно еще докупить подарочки. Чтобы всем были подарки готовы. Здесь у нас 2 кошечки. Кошечка Мария Милана и Максик. Вообще-то я скажу кот, а не кошечка. Ну, кошечка Мария и кот Максик. А это кошечка Милана. У нас 3 кошечки. Максик убежал. Давай вставай. Давай вставай. Давай вставай. Давай вставай. Давай вставай. Давай, давай, давай. Мы же приехали в торговый центр. Закрывай. Малка сейчас, наверное, на площадку сходит. А мы с папой сходим посмотрим. Так, выходим? Выходим. Наш сейчас. Выходим. Что? Ой, аккуратно, не ударься. Милаш, пойдем, не обтирай. Пойдем, надо раздеться. Лидуай. Минус 30 процентов. Пойдем посмотрим, вообще работает площадка или нет. Что-то детей, по крайней мере, я не видела. Нет, работает, работает дом. Даже хорошо, что нет деток, и можно поиграться. Ну, может быть, неинтересно. Крайней мере, там не толкаются дети, потому что иногда, когда очень много детей, то они начинают там толкаться. Площадка тут небольшая. Смотрите, кот Басик такой, симпатяга. Кстати, прикольный подарочек. Смотрите, в такой коробочке. Привет, Милаш. Ого, ты залезла. И вон, как на детской площадке. Прикольненькая такая коробочка. Кстати, неплохой подарок на 8 марта. Мне вот этот нравится. Может быть, Ликуля? Не знаю, подумаю. Классный. Басик, котик. Ой, еще, смотрите, появились вот такие вот игрушки, зайчики. Симпатяги. Мы наподобие... Нет, по-моему, даже этого зайца мы и видели. Мы, по-моему, в детском мире, да, с тобой таких видели зайчат? Там акта 1200 по акции. Или там без акта, но я помню, 1200. А кот Басик, смотри, симпатяга. Да? В коробочке такой. Кот Басик. Зайчонок милый, да? Зайца прикольная. Зайца прикольная. Ну, я не знаю, как ты думаешь, Лики, игрушку. Пойдем посмотрим. Лягенькую. Будем иметь, Лики. О, как у Миланки. Свит Папс. У нас целая коллекция Свит Папс есть дома. Миланка очень любит с ними играть. Это такие вывернушки щенята. То есть вот оно как будто как пироженка, да, и внутри выворачиваешь. Кто не видел, внутри выворачиваешь. Да, и вот такие вот щенята. Прикольные очень игрушечки, нравится. И они запахом очень хорошо, вкусно пахнут. Посмотрите, сколько здесь тюльпанов. Вообще красота. Скоро же 8 марта. Посмотри, как в камеру красиво. Посмотри, как будто поле, да? Вообще красота. Тюльпанчики. Мы тоже возьмем домой. Не знаю, до 8. Да я думаю, за 3 дня они не завянут. Они потихонечку. Почему 5? У меня 4, 3 дня. Ну, 8 они считают. Ну, сегодня 4, 5, 6, 7 и 8 они шутся. Да тюльпаны долго стоят. Возьмем. Тюльпанчики пока они есть. Вообще красота. Зашли мы в магазин. Ой, немножко мерцает. Смотрим сережки. Лика любит небольшие, не такие вот длинные, висячие такие, да? А она любит небольшие вот когтевы вдалеке. Смотрим сережечки. Или белое золото она хочет, или серебро. Ой, смотри, их здесь много, вот смотри. Есть красивые. Есть красивые, да. Вот эти вот, да? Ты хочешь, чтобы они были как гвоздики? Она любит, да, именно гвоздики. Она не любит вот такие длинные. Нет, она такое не носит. У нее даже есть колечки только как-то. Она вот сейчас привыкла. У нее намного меньше. У нее просто гвоздики. Ой, а вот смотри, какие красивые, да? Вроде гвоздики вот эти, да? А какие они симпатичненькие. А почему мерцает у тебя еще? Ну, потому что свет сильно такой яркий тут. Витринный. Много всего интересного. В общем, хотим, Лики, присмотреть какие-нибудь сережечки. Красивые. Нет, тут не то. Вот, какие-то длинные все такие. Они большие, объемные. А вот смотри, какие. Ну, это не Лики, но просто, говорю, смотри, какие. Гвездочки, да? Мне вот эти понравились дальние. Ну, вот третий, да? Отсюда третий, да? Серебристые, белые, да, которые? Да, как серебристые такие красивые, да, серьки. Тебе нравятся такие или нет? Это, скорее, два треугольника, что это больше для пирамидки. Это одна серега или как? Ну, да, это, скорее всего, одна серега. Что здесь мне нравится? А здесь вот брошки. Смотрите, какие красивые брошки. Но это тебе не нравится. Такие массивные серьги, но посмотрите, какие красивые камни. Посмотрите, прелесть вообще. Посмотрите, какое красивое кольцо, шикарное. Конечно, такое объемное. Брилантовое. А смотри, у нас ананасики. Но желтая она не любит, что это, я не знаю вообще. Видишь, ананасики? Да, симпатичненько. Да, вот здесь, знаешь, змеи и бабы. Вот он, вот такие, наверное, самые. Ух ты! Посмотри, ну это длинные, конечно. Посмотрите, какие красивые, да? Белые, камешки, розовые, мятные и такие сиреневые. А какой у нее камень? По знаку зодиака, не знаю, надо посмотреть сейчас в интернете. Миланка конфетку в себе выбрала. А, это жвачка? Стоим в очереди, смотрите, ребята, из одной конфетки. Там все вкусы. Это не все вкусы, это, по-моему, малиновые, если я не ошибаюсь. Давай, качись, 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 качись. Зашли мы в азбуку, и здесь, смотрите, какие анкеты для друзей есть. Яркие, красивые. Еще есть вот такие вот, такие. А раньше, я помню, мы когда, вот я училась в школе, мы делали эти анкеты сами. Я сама, помню, делала эти анкеты. И здесь, посмотрите, сейчас все. Есть вот знаки зодиака. Вопросы. Здесь вот, смотрите, фотографии приклеиваешь. Свои вот аналогичные анкеты я, помню, сама делала. У нас весь класс любил эти анкеты. А сейчас вот такие вот яркие уже продаются готовые анкеты. Это вообще круто. Очень класс. Вика пришла из школы, Миланка хвастается кнопочкой. Красота. А? Красота. Красота? Да. Ну, вообще, мы думаем, может быть, их повесить, да, Милаш? Куда? Мы знаешь, когда думали? Ой, вот так. А? Ну, вот сюда мы думали. Ну, я говорю, да. Да. Мы на ужин будем запекать картошку в мундире, вот в фольге. Можно было бы, конечно, бы еще бы сделать. Ну, ладно. Очень вкусно получается. И будем делать соус. Я уже про него много раз говорила. Как всегда, в общем, морковь тертая, сметана и чеснок. Получается очень-очень вкусно. Я буду сейчас монтировать видео, и потом будем ужинать. Наверное, минут через 20 уже картофель будет готов. На этом наш блог, ребята, сегодня заканчивается. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok